Продолжение следует... И на вашей традиционной конференции, и на наши эратора. Действительно, как сказала уже Юлия Михайловна и Сергей Николаевич, наступают такие серьёзные времена в брехотерапии, которые, в общем-то, наверное, были всегда. Когда она пропадает, снова появляется, но, тем не менее, брехотерапия всё равно остаётся на данный момент таким методом лучевого лечения, который действует на наиболее коротком расстоянии и занимает наиболее короткий промежуток времени лечения. Что, в общем-то, сейчас, ну, скажем так, вот эту эндемическую и экономическую сейчас кризисную ситуацию очень важно. И это действительно так. Мы можем сократить время лечения пациента и, как обычно, подвести очень хорошую большую дозу к поражённому органу. Ну, мой рассказ сегодня о брехотерапии предстательной железы. И вот такой известный человек, как Альвара Мартинес из Соединённых Штатов Америки, который в этом году на Международном конгрессе брехотерапии получил премию Складовской Кюри, он задал очень интересный вопрос в своём ответном сообщении после награждения, что брехотерапия должна выживать. Так можем ли мы этому верить? Или же мы можем предоставить какие-то факты и сведения, данные о том, что мы не просто выживаем, мы продолжаем работать в том же, в общем-то, режиме, так же, как и мы это делали раньше. Из журнала 2019 года также часто приводится такой репортаж о том, что как остановить спираль снижения активности брехотерапии. Cancer World. В современном мире брехотерапия — это совершенно другой зверь, который включает в себя совершенно другие сложные изображения, вычисления. Многим пациентам, которые могут извлечь пользу, никогда не предлагается брехотерапия в качестве варианта. Это действительно так, это мы с вами знаем. И, соответственно, появились три общие проблемы. Это проблема обучения радиационных онкологов, о чём Юлия Михайловна тоже сказала. Это новое поколение радиационных онкологов, радиотерапевтов. Это действительно необходимость пересмотра образа брехотерапии и достижения адекватной компенсации за брехотерапию, что тоже немаловажно. И, в общем-то, это преследует нас, специалистов, каждый день. Ну и также из этой статьи мы можем подчеркнуть интересные данные о том, что многие урологи, ну и здесь дерматологи, я думаю, что и другие специалисты мало знают о брехотерапии и просто не направляют к нам, брехотерапевтам, пациентам с заболеванием рака простаты, с заболеванием кожи. И что же получается? Мы с вами видим сейчас новый образ радиотерапевта, сидящего перед экраном, грубо говоря, в темной комнате, вокруг него ничего, кроме аппаратуры и так далее, и только вот этот экран, больше ничего. Конечно, современное оборудование позволяет многое сделать, но не нужно забывать о том, что есть более эффективные, более экономично используемые методы лечения, которыми является брехотерапия. Я думаю, что вот эти люди, которых мы видим сейчас на экране, они тоже сидели в не самом лучшем месте, где тоже было немного электричества, но тем не менее они делали очень интересные вещи. Развитие брехотерапии, оно проходило довольно бурно вместе с развитием радионуклидного лечения. И известные урологи в качестве методов, применяемых для лечения ракопредстательной железы, в том числе и известный Хью Хэмптон Янг, применяли именно брехотерапию и выявили её положительные моменты в лечении ракопредстательной железы. Вот мы можем видеть, что человек с 1917 по 1927 год, то есть в течение 10 лет пролечил порядка 500 пациентов с заболеванием предстательной железы, онкологическим, соответственно. И понятно, что тогда это были нелокализованные раки. Его вывод был прост, что действительно брехотерапия не просто имеет место быть, а имеет преимущество перед хирургическим лечением. Ну, это мы и сейчас, в общем-то, видим и в репортажах, и в сообщениях. Другие специалисты-урологи, такие как Беринджер, Флокс, Карлтон, также применяли эту методику для лечения ракопредстательной железы. Нельзя забывать и известного Ульдриха Хэншке, немецкого врача, осевшего в Америке и, в общем-то, являющегося проотцом той высокомощностной, высокодозной брехотерапии, которая сейчас активно применяется, хотя он тоже начинал с источников йода-125 при лечении ракопредстательной железы. Ну и, конечно, это Ханс Хенрихольм. На нем я бы, наверное, закончил эту короткую историческую справку, потому что это уже эпоха брехотерапии под контролем УЗИ, то, к чему мы сейчас плотно пришли. Понятно, что дальше может быть МРТ и так далее, но, тем не менее, еще раз из экономических, побуждений и с точки зрения уже большого опыта, ультразвуковая диагностика в брехотерапии ракопредстательной железы имеет очень хорошее применение. Высокомощностная, низкомощностная или высокодозная, низкодозная брехотерапия – это те два метода, которые применяются сейчас в современной брехотерапии ракопредстательной железы. Что мы можем сказать по результатам? Группа промежуточного риска. Мы уже поняли из выступления нашего коллеги по лечению благоприятного прогноза. Это всем понятно, но промежуточный риск, тем не менее. Мы видим группу пациентов, порядка 500 человек, 12-летняя выживаемость до 80% без рецидива со стороны простатспецифического антигена. Группа высокого промежуточного риска, низкомощностная брехотерапия. Что мы с вами видим? 12 лет, 86% без рецидива. И совсем новые данные. 2021 год. Рамирос, 204 пациента, 19 лет без рецидивной выживаемости по уровню простатспецифического антигена, 86%. Ну, я бы вот на этом просто остановился и дальше, наверное, уже не говорил о преимуществах брехотерапии. Но еще осталось 10 минут, поэтому будем говорить дальше. Опыт нашего учреждения. Благодаря тому, что мы объединились и три наших филиала НИИ урологии, Институт имени Герцена и нашу обнинске имени ЦИБА, участвовали и продолжаем применять низкомощностную брехотерапию. Вот такое исследование мы сделали. Порядка 1190 пациентов, соответственно, с локализованным раком предстательной железы. И мы видим, что пятилетняя безрецидивная выживаемость в нашем исследовании составила общая 96%. Переходя к высокомощностной, высокодозной брехотерапии, да, действительно, ее преимущества видны, неоспоримы, с моей точки зрения, я думаю, тех специалистов, которые использовали и тот, и другой метод в лечении. В общем-то, здесь они приведены на слайде и отдельно вычитывать я их не буду. Но идем дальше. Мы смотрим на результаты лечения. Наши зарубежные коллеги. Пожалуйста, пятилетняя выживаемость без рецидива 95%. Это промежуточный риск. Высокий риск. 81% на более чем 7,5 лет без рецидивной выживаемости. Это тоже о чем-то говорит, я думаю. Вот совсем недавно появившийся обзор, систематическое ревью, такое с метаанализом. Наши коллеги из Бразилии. Это 14 исследований, более 3,5 тысяч пациентов, вошедшие в этот обзор. И что мы видим? Опять же, преимущество высокомощностной брахотерапии как в лечении пациентов с низким, промежуточным и высоким риском. Все эти группы. Мы видим уже 92% без рецидивной выживаемости на срок в 5 лет во всех группах. И промежуточные 93,5. Высокий риск. 91% без рецидивной выживаемости. Высокий риск рецидива ракопрестательной железы. Что стоит по другую сторону? Конечно же, это побочные реакции. О них забывать нельзя. О них мы всегда говорим, знаем. Но в том же метаанализе мы видим проявление второй степени гастроинтенциональной токсичности всего лишь в 3%. Вторая степень токсичности со стороны нижних мочевыводящих путей 23%. Третья всего лишь 2%. Я думаю, что это очень неплохие данные, потому что вершина этих столбиков это 30%, а не 100%, как мы привыкли. И рептильная дисфункция, вторая степень до 30%, даже чуть ниже. Я думаю, что эти результаты должны говорить сами за себя и в пользу применения этого метода в лечении ракопрестательной железы. Коротко об опыте нашего института. Мы действительно с 2016 года практически полностью перешли на высокомощностную, высокодозную брехотерапию. Есть данные по однофракционной и двухфракционной методике лечения пациентов с локализованным раком. Мы посчитали пятилетнюю выживаемость этих пациентов с локализованным раком пристательной железы. И, соответственно, в группе, получавшей монотерапию с одной фракции, мы имели 8 рецидивов. На самом деле их вот сейчас уже 9. Недавно на той неделе мы биопсировали еще одного пациента, получили подтверждение. И в группе монотерапии, которая получила 2 фракции по 15 гры, несколько отличается от традиционной, которая принята НССН, там 13,5, но мы действуем так. И вот в этой группе 100% выживаемости, пятилетней. Эти результаты мы опубликовали тоже на недавно состоявшемся конгрессе брехотерапии мировом. Что касается лечения пациентов с промежуточным и неблагоприятным прогнозом, здесь тоже я считаю, что буст, добавка брехотерапии я не стал приводить в связи с коротким временем доклада данные о СНДЦРТ, они известны тоже специалистам, там четко было показано преимущество буста брехотерапии низкомощностной, но вот в этой ситуации мы видим четкое преимущество буста брехотерапии высокой мощности дозы, 98,15% выживаемости без прогрессирования по простатоспецифическому антигену, по его изменению в этой группе сложных больных, 270 пациентов. Здесь тоже коротко хотел бы сказать о 47 пациентах, которые не получали одевантную гормонотерапию. 47 пациентов, из них 46 на период наблюдения 5 лет без рецидива наблюдаются. Они не получали одевант, это часто нам говорят хирурги, да у вас там они получают одевантную гормонотерапию, поэтому у вас такие результаты. Вот хорошо, мы открыли и эту новую группу и будем наблюдать за ней дальше. 97,9, практически 98% без рецидивной выживаемости без одевантной гормонотерапии пациентов с промежуточным и неблагоприятным прогнозом. Соответственно, по осложнениям в этой группе мы не видели за 5 лет осложнений 3-4 степени, это тоже немаловажно, то есть не только польза метода, но и его безопасность здесь нами также была доказана. Что говорить о брехотерапии в целом, если снова двигаться по пути нашего доклада о вообще дальнейшем существовании брехотерапии? Да, действительно, основное сейчас, по данным нашего опроса прошлого года по регионам, к сожалению, не все регионы смогли участвовать, но тем не менее 50% ответили, и вот что мы видим, распределение, какое у нас идет применение высокомощностной и низкомощностной брехотерапии в России. Конечно, на первом месте это гинекология, это все прекрасно понятно. Наш институт, это как раз здесь очень интересная в общем-то схема о том, как повысился процент и количество пациентов, пролеченных с заболеванием предстательной железы, когда мы начали применять высокомощностную брехотерапию. По ценовой политике также можно сказать, что сейчас, на данный момент, пока она благоприятна, хотя и, к сожалению, мы часто продолжаем слышать о том, что брехотерапию хотят исключить из методов высокотехнологичной медицинской помощи. Это, конечно, странно звучит, но, тем не менее, такие тенденции есть. Что еще позволяет брехотерапия? Конечно же, международное сотрудничество, в котором, я думаю, всем очень интересно и приятно участвовать. Мы видим своих коллег за рубежом, они тоже активно участвуют в этом процессе. Последний протокол, который мы сейчас пытаемся включиться и, точнее, уже практически включены, это ПАУЭР-исследование по фокальной брехотерапии, основной целью которой является подтверждение эффективности такого лечения в сохранении эректильной функции у пациентов с заболеванием предстательной железы. Первые примеры лечения такого пациента мы пролечили фокально в апреле-майе такого пациента. Очень неплохие данные и по токсичности. В общем-то, все довольно гладко и неплохо. Возвращаясь к проблеме брехотерапии в мире, она действительно существует не только в России, она существует везде. И вот Соединенные Штаты, они решили таким образом повысить количество брехотерапевтов в Америке. Каким образом? Это учеба, в общем-то, в течение ближайших 10 лет они планируют воспитать, не в кавычках, а действительно воспитать, вырастить 300 брехотерапевтов. Ну, здесь единственное, что по брехотерапии низкой мощности доза, но тем не менее, эта программа выполняется, это действует, и, в общем-то, это хороший задел, то, что мы видим из-за рубежа. Конечно, и нам тоже нужно продолжать наши выступления, наши лекции, курсы, конференции, не забывать об этом, не забывать друг друга, продолжать плотно содействовать. Конечно же, я надеюсь на скорую встречу на наших ближайших конференциях осенью и зимой. Еще раз не хотелось бы остаться вот таким вот скучным радиотерапевтом, сидящим перед экраном компьютера с суперсовременным оборудованием вокруг. И спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok